День добрый, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Горячев, компания FreshForex. Сегодня у нас понедельник, 1 сентября. Началась новая торговая неделя. Сегодня у нас началась осень, с чем я всех поздравляю. И мы начинаем наш обзор, ежедневный обзор валютного рынка. Начинаем, по традиции, с календаря событий. Сегодня у нас день очень такой слабый на статистику, очень мало интересных отчетов. В 12.30 мы получим данные из Великобритании по индексу PMI для производственной сферы за август. И больше у нас сегодня не ожидается интересной статистики. В Штатах у нас сегодня банковский выходной, там отмечается государственный праздник, День труда. Там банки у нас закрыты, торги на Нью-Йоркской фондовой бирже, на Чикагской бирже, на СМЕ также закрыты. И поэтому сегодня у нас день такой, небогатый на макроэкономическую статистику. Ну, начинаем наш обзор с пары евро-доллара. В первый день сентября не ожидается публикации важных макроэкономических релизов. Соединенные Штаты сегодня отмечают праздник, День труда. И в этой связи банки здесь закрыты. Все важные события недели еще впереди. У нас эта неделя очень будет богатой на статистику, очень интересной. Традиционно первая неделя месяца, она всегда у нас очень важная, очень богата на макроэкономические релизы. У нас на этой неделе ключевые дни, это, пожалуй, четверг и пятница. В четверг заседание Европейского центробанка. Ну, а в пятницу данные по рынку труда в Штатах тоже очень важные макроэкономические индикаторы. Поэтому все важные события еще впереди. И не стоит сегодня переживать, допустим, если сегодня у нас будет такая вялая торговля в течение дня. На этой неделе еще можно будет заработать и не раз. Так вот, на фоне сегодня пустого макроэкономического календаря и сжатия ликвидности в американскую торговую сессию, объемы будут очень низкие. То есть, конечно, торговля будет происходить. У нас международный валютный рынок Форекс, он торгуется круглосуточно. Очень много участников во всех частях планеты. Но, тем не менее, у нас Штаты это второй по величине игрок на рынке Форекс. Сейчас на первом месте у нас Великобритания, на втором месте Штаты. И поэтому, когда второй игрок находится вне рынка, естественно, что объемы торгов значительно снижаются. И можно ожидать, что после 7 вечера, когда у нас уйдет с рынка Лондон, у нас Лондон торгуется до 7 вечера по Москве в летнее европейское время. Так вот, когда в 7 вечера Лондон уйдет, значит, у нас уже ликвидность вообще будет крайне низкая. И поэтому там у нас будет боковая торговля. Сегодня можно ожидать тенденции боковой в течение дня в рамках диапазона 1.3105-1.3170. Стоит отметить, что рост котировок в области уровня сопротивления необходимо по-прежнему использовать для открытия позиций на продажу. Об этом мы говорили и в пятницу. В пятницу мы по паре евро-доллар обозначили три точки для открытия позиций на продажу. Первая точка была у нас локальный максимум перед нашим вебинаром. Это отметка 31.85 и дальше отметки 1.3204-1.3240. Третья отметка область закрытия ГЭПа. Ну вот у нас максимум в пятницу был только 1.3196. Мы получается на 11 пунктов превысили локальный экстримум, максимум текущего дня. И в итоге пошли снижаться. И мы снижались очень достаточно неплохо. Те трейдеры, которые писали нам в чат, что можно ли ожидать сильного роста, тогда я говорил, что чем больше времени мы находимся в этом флете горизонтальном возле 32 фигуры, тем меньше у нас шансов, что мы пойдем куда-нибудь на 33 фигуру. Потому что макроэкономический фон у нас показывает на снижение. И чем дольше мы не снижаемся, тем с большей вероятностью мы пойдем. И движение будет очень хорошим. Так мы в итоге и увидели. Мы не пошли вверх. Очень много мы немножко сходили вверх. 31.96 даже до 32 фигуры не дошли. И развернулись, пошли вниз. Поэтому мой прогноз не меняется. По паре евро-доллара ожидаю я снижение котировок. И естественно, что наиболее эффективно открывать позиции на продажу. То есть позиции сел в вашем торговом терминале метра идет 4 на росте котировок. То есть ожидаем роста, после чего можем открывать шорты или короткие позиции. Это у нас все одно и то же. Просто называется по-разному. Так, поступили вопросы. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, вопросы по паре евро-доллар. Я с удовольствием на них отвечу. Многие аналитики пишут, в сегодняшней цене уже заложено КУЕ. И после его объявления пара не сильно пойдет вниз. А как вы думаете, если нет, то в каком узком диапазоне будет пара торговаться эти 3 дня до четверга? И пробьет ли она 1.31 с последующим укреплением? Или все-таки подождет пресс-конференция ЕЦБ? Николай, спасибо за вопрос. Вы знаете, сейчас очень много говорят о том, что КУЕ уже заложено в котировке. Да, я с вами согласен. Очень много людей, очень много аналитиков об этом пишут. Но вы знаете, у нас Европейский Центробанк, он такой банк непредсказуемый. И он может запросто КУЕ сейчас и не сделать в сентябре. Он может заявить, что вы знаете, вот у нас энергоносители снижались. Это главный негативный элемент для снижения инфляции. Сейчас мы ожидаем стабилизации на рынке нефти. Поэтому у нас денежная масса потихонечку увеличивается. И мы вполне возможно увидим и некоторый рост. В октябре, допустим, они скажут. И возможно скажут, даже если роста не будет, давайте торопиться не будем. Будем, например, думать о КУЕ в октябре. То есть сейчас КУЕ это не стопроцентный вариант. Потому что у нас, допустим, если так делать по уму, то, наверное, ставку нужно было снижать не в июне, до 0.15. Текущий уровень 0.15 в еврозоне. Ставку надо было снижать еще, наверное, в марте. И тогда тоже это выглядело вполне разумно. Тем не менее, Европейский Центробанк, Марио Драги, выходил, как ни в чем не бывало, говорил нам о том, что вы знаете, никаких проблем-то у нас нет. Зачем ставку снижать? Все неплохо достаточно. Ну да, плохие отчеты. Но тем не менее, ситуация под контролем. Вспомните, что у нас было весной. Март, апрель, май. Только лишь последний месяц весны, в мае месяц, когда уже все стало плохо совсем уже, просто уже деваться некуда. Тут уже, скажем так, никого не проведешь, если до этого еще можно говорить о том, что... Вы знаете, все неплохо довольно-таки. Просто, допустим, та общественность, которая не вникает в суть макроэкономических релизов, она послушает Марио Драги и скажет, ну да, что если Марио Драги говорит, что все неплохо, значит неплохо. И нам Марио Драги об этом говорил и в феврале, и в марте, и в апреле, что все неплохо. Тем не менее, в мае вышел и сказал, да, вы знаете, все очень плохо, все ужасно. То есть, получается, у нас не так все просто с Европейским Центробанком, поэтому здесь я бы не сказал на 100% такую уверенность, что у нас может быть КУЕ. У нас КУЕ может быть, а может быть его и не будет в сентябре, возможно оно будет и в октябре даже. Поэтому здесь, наверное, не 50 на 50, но 60 на 40, что КУЕ будет, конечно, и 40, что его могут отложить, опять сделать те же самые комментарии, что, ну, вроде бы все плохо, но тем не менее, есть некоторые там подвижки в экономике, и вся эта негативная макроэкономическая статистика, она связана с санкциями, могут у нас санкции списать все это дело, и поэтому могут сказать, давайте не будем торопиться, подождем. Поэтому здесь я бы не стал так 100% думать про КУЕ, что касается пробития вниз 31 фигуры. Вы знаете, сейчас трудно сказать, будем ли мы до четверга снизимся на 31 фигуру, либо мы все-таки подождем четверга, но, на мой взгляд, все же на этой неделе мы должны ее пройти, 31 фигуру, потому что у нас Штаты очень сильное задел создали на третий квартал. У нас сейчас сентябрь, окончательный месяц третьего квартала, как вы видите, отчеты очень хорошие по макроэкономической статистике в Штатах. То есть, даже если у нас, как, допустим, говорят многие аналитики, в котировке заложен процесс введения КУЕ в еврозоне, так у нас доллар все равно может расти даже на позитивных отчетах из Штатов. Поэтому здесь не обязательно, что у нас пара евро-доллар снижается только из-за слабости в еврозоне. Она снижается по двум причинам. Если вы посмотрите внимательно, у нас слабость в еврозоне и очень сильный рост в Штатах, поэтому она и хорошо так падает. Если, допустим, у нас была бы только слабость в еврозоне, то я здесь думаю, не было бы такого сильного снижения. Мы бы, допустим, снижались, потом бы корректировались, причем коррекции были бы очень глубокие. Допустим, снизились бы мы пунктов на 100, потом пунктов бы на 60 откорректировались бы. То есть, если смотреть по коррекции Фибоначчи, то третий уровень коррекционный 61,8%. Поскольку здесь мы не видим сильной коррекции, это как раз связано именно с тем, что Штаты очень хорошо показывают рост. Поэтому, когда у нас одни идут вниз, другие идут наверх, здесь мы видим снижение. Поэтому, даже если КУЕ включено, как говорят многие, я бы не стал так думать, что КУЕ у нас обязательно будет 4 сентября. Европейский Центробанк очень такой непредсказуемый в последний год. Он может все что угодно делать. Я вам привел пример, что было у нас весной, все было плохо, тем не менее мы ничего не видели. Мы слышали очень хорошие комментарии. И тогда, как вы помните, пара евро-доллар у нас выросла практически в 1,40. Это, в принципе, абсурд, потому что все у нас было плохо, и экономика у нас показывала замедление, и инфляция показывала снижение. Нужно было предпринимать радикальные меры, и рост курса валюты негативен для инфляции. То есть, если курс валюты растет, значит, инфляция сокращается. Поэтому, в том числе, инфляция у нас снижалась за счет хорошего роста единой европейской валюты. Отметка 1,40 это негативно для экономики, для инфляции в том числе. Но, тем не менее, мы увидели такой абсурд в моменте в мае месяце, в начале месяца практически 1,40, после чего вот мы увидели снижение, и вот сейчас у нас 1,31,29, скажем так. Так, кто бы мог подумать, наверное, потому что в первой половине года нас кормили очень хорошими обещаниями, что все хорошо. Поэтому здесь не так все просто, но статистика в штатах должна быть хорошая, даже если на уровне миллиарных прогнозов те же самые нонформперлсы выйдут, а это 220 тысяч с небольшим, там, 222, если мне память не изменяет. Это очень позитивно, потому что все, что выше 200 тысяч, это приравнивается к 3% по ВВП. У нас сейчас статистика за август по перлсам. В июле у нас было выше 200 тысяч, если еще и в августе выше 200 тысяч, и в сентябре будет тоже столько же, плюс-минус там. Это 3% квартальные, 4,2 в втором, 3 в третьем, это крайне позитивно. Здесь мы даже вот на только такой позитиве мы сможем проскочить в 31 фигуру, и 1,30, наверное, сейчас вот там мы можем остановиться, потому что рынок очень любит круглые цифры, 1,30, 1,40, допустим, 1,50. Там мы можем увидеть некоторое такое торможение, и, наверное, там будет много желающих пофиксировать прибыль. Почему? Когда я, допустим, проводил для вас вебинар инвестиционной идеи «Веропейский медведь», я рассказывал, что цель нашей инвестиционной идеи 1,30,40 отметка. То есть мы на 3,40 продаем, а 1,30,40 фиксируем прибыль, потому что рынок любит круглые цифры, и вполне возможно, что здесь-то мы увидим остановку, консолидацию, либо даже некоторую такую более-менее коррекцию куда-нибудь там пунктов на 200 вверх. И поэтому лучше всего зафиксировать прибыль, почему, допустим, 1,30,40? Ну, потому что не обязательно, что мы дойдем прям ровно 1,30, ровно, допустим, мы можем дойти там в область 1,30. 1,30,10, 1,30,20, 1,30,30. Поэтому 1,30,40 мы выходим и получаем профит. Я думаю, те, кто открылись по этой инвестиционной идее, сейчас имеют прибыль, получается у нас котировка 1,31,28, 3,4,40, то есть 310 пунктов минус, если спред чистыми пунктами, 310. Это очень-очень хороший результат, кто открывался, я всех поздравляю пока что с прибылью. Уровни поддержки и сопротивления на сегодня 1,3104, 1,3075 поддержки, и сопротивление 1,31,52, 1,32,14. Если не будет КУЕ, то по логике должен быть технический отскок, и это будет оптимальный вариант для продаж. Да, если технический отскок будет, то очень оптимальный для продаж. Если, допустим, КУЕ не будет, вы знаете, я не думаю, что отскок будет сильный, да, вполне возможно, смотря где мы будем находиться. Вот смотрите, допустим, если мы в четверг находимся на третьей второй фигуре, то, допустим, выходит Мария Враги и говорит на пресс-конференции, что КУЕ мы пока не будем вводить, давайте подождем еще уж, наверное, подождем прямо вообще, чтобы было вот все у нас плохо, чтобы все у вас развалилось, и тогда мы КУЕ будем вводить в октябре или в ноябре. Если мы торгуемся возле треть второй фигуры, то с большей долей вероятностью мы, наверное, пойдем закрывать вот этот гэп на 32,40, и уже там будет очень много желающих продать, потому что в пятницу Пэрлсы, тут и медиана прогнозов хорошие, и в целом я сам тоже ожидаю, что данные должны быть на 200 тысяч и выше. Какие точно я пока сказать не могу, потому что мало у нас опережающих индикаторов, есть только одни данные по заявкам на пособие безработицы, здесь у нас более-менее плюс-минус 300 тысяч каждую неделю, там с небольшими отклонениями. Это тоже позитивно, такие данные, они указывают 200 тысяч, мы должны увидеть. Больше будет намного или нет, допустим, 210, 220, это уже нужно смотреть по другим данным, которые будут поступать на этой неделе. В том числе от АСМ в сфере услуг и ADP, допустим, те же самые. Но вполне возможно, что до Пэрлсов мы можем закрыть этот гэп, если мы будем торговаться на 32 фигуре. Если в четверг будем торговаться на 31 фигуре, здесь уже глупо ожидать, что мы пойдем в пунктах на 150 вверх. То есть в зависимости от того, где мы будем находиться. Поскольку у нас сегодня понедельник, давайте не будем загадывать, что у нас будет в четверг. Еще до четверга нужно дожить, у нас сегодня понедельник, завтра вторник, потом среда у нас будет. И вот в четверг мы уже с вами соберемся, опять в 10.30 по Москве, и уже поговорим, что же нам ждать на четверг, ну и на пятницу. Пока что давайте загадывать не будем, а используем рост котировок на уровне сопротивления 1.3152, 1.3214 для открытия позиций на продажу. Фиксируем прибыль на уровнях поддержки 1.3104 и 1.375. Переходим к следующей нашей валютной паре, пара фунт-доллар. После длительного перерыва в Великобритании сегодня порадует трейлеров публикации интересных отчетов. Сегодня Центр макроэкономических исследований Market Economics опубликует данные по индексу PMI производственного сектора. Стоит отметить, что внешняя внутренняя конъюнктура не показывает единого направления. На Туманном Альбионе в августе мы наблюдали рост портфеля промышленных заказов, что в совокупности с снижением курса фунта по отношению к доллару и евро является позитивным фактором для производственного сектора, поскольку главный торговый партнер в Великобритании это у нас штаты и еврозоны. Еврозон это главный партнер, это партнер номер один, и снижение котировок кросс-курса евро-фунт, то есть наоборот, простите, рост котировок кросс-курса евро-фунт и снижение котировок пары фунт-доллар, это благоприятно для производственного сектора, потому что тогда продукт становится более конкурентоспособный. С одной стороны, это у нас позитив получается. С другой стороны, если посмотреть на внешнюю конъюнктуру, что касается за пределами Туманного Альбиона, то здесь у того же самого главного партнера евро-зоны сейчас очень большие проблемы, как мы видим. Экономика показывает замедление, показывает некоторую стагнацию, и с другой стороны, это тоже негативно для экономики Туманного Альбиона, потому что если у торгового партнера проблемы, то это тоже негативно и для своего торгового соседа. Поэтому мы имеем с одной стороны и плюс, и минус. На мой взгляд, сегодня можно ожидать выхода данных чуть лучше медиана прогнозов, все же вот эти позитивные факторы, рост баланса промышленных заказов, а также снижение котировок фунта по отношению к евро и к доллару, они все же перевесят, и мы можем ожидать выхода данных чуть лучше медиана прогнозов, и это может оказать некоторую поддержку британской валюте, но на мой взгляд, данные выйдут с небольшими отклонениями от медиана прогнозов, и не стоит рассчитывать на такой резкий рост котировок пары фунт-доллар. Что касается торговых рекомендаций, то у нас текущая котировка 1.6621, можно выделить зону сопротивления, это у нас отметка 1.6650, 1.6667, вот вполне возможно, что до этой зоны сопротивления мы можем покорректироваться, после чего у нас также будет либо снижение котировок на 66 фигуру, либо консолидация. То есть пока что все равно у нас нету сильных позитивных факторов для того, чтобы пара фунт-доллар росла, для того, чтобы шартисты закрывали свои шарты. Это с одной стороны. С другой стороны, я говорю много раз, что у нас индексы PMI – это опережающие индикаторы, то есть с одной стороны их можно прогнозировать, но прогнозы все равно редко бывают точными, прям очень точными, потому что они сами по себе опережающие, уже от них можно рассчитывать другие данные. Допустим, от PMI производственного сектора можно рассчитывать и динамику промпроизводства того же самого. Так вот, поскольку у нас данные опережающие, их лучше всего торговать уже по факту выхода отчета. Если вы видите очень хороший отчет, он намного превышает медиану прогнозов. У нас сегодня медиана прогнозов 55,1, то есть если мы увидим отчет на отметке 56 и выше, то здесь пара фунт-доллара запросто должна подрасти к второму уровню сопротивления 1,6667. Если данные, допустим, 51,1, 55,1 на уровне медиана прогнозов, 55,2, 55,3, 55,4, то реакция будет незначительной, достаточно слабой. Здесь мы увидим некоторый рост, некоторые снижения, то есть в принципе особо сильной реакции мы не увидим, и, наверное, не стоит даже торговать в такой отчет. Поэтому если вы хотите сегодня торговать парой фунт-доллар, то лучше всего торговать именно уже сильные отклонения. Если мы видим на один пункт выше или на один пункт ниже медианы прогнозов, медианы прогнозов 55,1, тогда мы уже либо покупаем, либо продаем в зависимости от выхода данных. Почему делаем так? Потому что это опережающий индикатор, как я уже говорил, его необходимо торговать по факту выхода отчета. Допустим, у нас сегодня в азиатскую сессию также выходили данные по PMI. Допустим, китайский PMI показал снижение, а вот, допустим, данные по PMI производственной сферы Японии, они показали небольшой рост. Получается, в одном стране снижение, в другой рост. Сегодня, в том числе и Великобритания публикует отчет. Поэтому уже торгуем по факту выхода отчета. Если, допустим, у нас до этого публиковались бы очень многие PMI, была бы очень ярко выражена тенденция, допустим, все бы снижались или все бы росли, то здесь также можно было бы сказать, что вот, посмотрите, есть такая циклическая закономерность и можно ждать хороших данных или, допустим, плохих данных. То мы видим разноправленные тенденции, в том числе и в других странах. Нету пока ярко выраженной тенденции. Производственный сектор, он в мире в целом пока что, как вы видите, показывает разноправленную тенденцию. Штаты. У штатов производственный сектор показывает хороший рост. Еврозона производственный сектор показывает сильные снижения. Япония пока что снижалась, тем не менее сегодня показал некоторый рост. Китай находится в болтанке, то вверх, то вниз. В общем, в мире производственных секторов нет одного единонаправленного тренда. То есть такая у нас разонаправленная тенденция в целом мировом производственном секторе. Поэтому сегодня смотрим уже непосредственно на данные. Что касается нашего прогноза в пятницу, я говорил, что можно ожидать роста котировок, то есть расширения верхней границы по паре фунт-доллар, после чего можно продавать куда-нибудь в область 1.6650. У нас граница верхняя была 66.12, мы в пятницу подросли до этой отметки 66.12, после чего снизились на 65.62. То есть немного мы не превысили эту верхнюю границу, мы дошли прям ровно до нее, после чего снижались. Сегодня уже поживем-увидим, смотрим за API и уже там принимаем решение по торговле в паре фунт-доллар. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре фунт-доллар. Ну а мы пока перейдем к следующей нашей валютной паре, и это у нас на очереди пара доллар-японская иена. Последние несколько дней мы наблюдаем консолидацию в рамках диапазона 103.55-104.26 по паре доллар-японская иена. Сегодня у нас не ожидается важной макро-статистики ни из Японии, ни из Соединенных Штатов. Штаты вообще у нас сегодня отдыхают, выходной день, день труда, государственный праздник. И в этой связи можно ожидать развитие боковой тенденции в течение дня в рамках вот этого обозначенного диапазона. В пятницу я говорю, что можно ожидать снижение котировок, после чего лучше покупать пару доллар-японская иена с таргетом 104.12. Тем не менее, в пятницу мы не снизились, мы сразу же пошли в рост и потихонечку так росли. И в итоге сегодня мы дошли до этого таргета 104.12. В целом, макроэкономическая статистика из Японии и Штатов, она также разнонаправленная, как в паре евро-доллар. Здесь у нас Штаты показывают рост, Япония показывает замедление, и в этой связи тоже необходимо использовать это по тренду, использовать в своей торговле тренд. То есть мы ожидаем снижение котировок, после чего покупаем пару доллар-японской иены. У нас уровень поддержки на сегодня по паре доллар-иена 104.12-103.55. Текущая котировка 104.11, то есть мы возле первого уровня поддержки. На мой взгляд, сейчас не стоит покупать пару доллар-иена на этой отметке 104.11, потому что все же, наверное, мы еще не должны покорректироваться вниз. Сложно сказать, докуда мы точно покорректируемся, потому что, может быть, все что угодно. Мы можем и сходить в глубокую коррекцию, коррекция может быть незначительной. Но если, допустим, сравнивать с минимального значения предыдущей недели, у нас минимум на предыдущей неделе был 103.55, максимум у нас сегодня 104.20. Если мы построим сетку Fibonacci от уровней 103.55 до отметки 104.20, то у нас получается первый уровень по коррекции Fibonacci, 38.2%, у нас находится на отметке 103.95. Вот, наверное, здесь можно первую покупку установить, 103.95, и вторую покупку можно установить на уровне 103.80, это у нас коррекция по Fibonacci, 61.8%. Вот эти две отметки 103.95, 103.80. На второй отметке я бы разместил большую часть покупки, на первую и меньшую. Текущая отметка 103.12, то есть ожидаем некоторой коррекции и открываем позиции buy в вашем торговом терминале MedTrader 4, либо устанавливаем федералимитный buy-лимит на указанных выше отметках. Уровни сопротивления 104.80, 105.43 по паре доллар-японская иена, вот мы сейчас должны в ближайшее время, в ближайшую неделю-две, сходить на первое сопротивление, его потестировать 104.80. Скорость данного движения, как быстро мы туда пойдем, зависит уже от внешнего фона, насколько у нас будет позитивная статистика из Штатов, потому что на этой неделе у нас нет таких очень интересных отчетов из Японии, поэтому все будет зависеть уже от Штатов. Если касается фондовых индексов, которые также оказывают сильное влияние на котировки пары доллар-иен, то здесь у нас тоже все более-менее позитивно. У нас S&P по-прежнему штурмует новые высоты, устанавливает свежие исторические максимумы. За S&P тянется в том числе и японский фондовый рынок, хотя он не показывает такой силы, как американский, но тем не менее, все равно, когда у нас S&P растет, и другие индексы растут, NASDAQ и Dow Jones 30, то Никею тяжело все-таки падать, даже несмотря на то, что статистика из Японии у нас такая печальная, но тем не менее, вот спрос на Америке поддерживает спросы на других регионах, и в Азии, и в Европе, и, допустим, в Латинской Америке, в том числе и в России мы наблюдаем, тоже достаточно такой хороший рост наблюдали недавно по фондовым индексам, то есть у нас фондовый рынок, он такой глобализированный, все зависит от штатов, поэтому если S&P будет расти, а у нас есть очень хорошие предпосылки для установления нового исторического максимума, для еще некоторого роста котировок, тогда мы тоже в том числе будем расти и по паре доллар-японской иены. В общем, все факторы у нас показывают на рост котировок пары доллар-иена, рост мы наблюдаем, что касается как еще по участницам росте, нам необходимо ждать все-таки коррекции, и уже на этой коррекции входить в пару доллар-японская иена. Уважаемые коллеги, здесь на слайде представлены ключевые уровни поддержки сопротивления по основным валютным парам, вы с ними можете ознакомиться, задавайте, пожалуйста, свои вопросы, я с удовольствием на них отвечу, вопросы можно задать в чат. Хотелось бы также сделать небольшой анонс, завтра мы проведем вебинар ежедневный обзор валютного рынка в 10.30 по Москве, приглашаю всех желающих принять участие в среду, мы проведем два вебинара, первый, как обычно, в 10.30 по Москве, ежедневный обзор рынка, и второй вебинар в 5 вечера, мы проведем тематический вебинар, я вам представлю новую инвестиционную идею от нашей компании, приглашаю всех желающих принять участие, следить за носами на нашем сайте FreshForex. В четверг мы также проведем тематический вебинар, также в 5 вечера по московскому времени. Уважаемые коллеги, если вопросов нет, большое всем спасибо за внимание, желаю всем успешной торговли, попутного тренда, но сегодня, как вы видите, у нас день небогатый на статистику, штаты сегодня отдыхают, но ничего страшного в этом нет, то есть один день у нас маленький, не слабый на статистику, другой день у нас будет очень много статистики, поэтому шансы заработать у нас на рынке будут всегда, всегда можно заработать, не стоит переживать, если сегодня, допустим, у нас будет вялая торговля, и у вас не получится заработать. Расстраиваться не стоит, на этой неделе у нас много статистики, неделя очень интересная, поэтому мы еще с вами заработаем, я думаю. Продолжение следует...